Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал Просто Рецепт! Сегодня готовлю очень вкусный праздничный торт новогодняя игрушка. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого торта я вначале испеку бисквит. Бисквит лучше испечь заранее за один день. И для него мне понадобится 5 яиц размером С1, 200 грамм просеянной белой муки, 200 грамм сахарного песка, 1 столовая ложка крахмала, у меня кукурузный, пакетик 10 грамм разрыхлителя и пакетик 10 грамм ванильного сахара. К муке добавлю разрыхлитель и крахмал. Все смешаю венчиком, либо можно заново просеять. В чашу вылью яйца, добавлю ванильный сахар и сахарный песок. Взобью миксером до пышной устойчивой воздушной массы. Взбивать я буду примерно 10-15 минут, начиная с малых оборотов и постепенно прибавляю скорость миксера. Вот так должна быть хорошо взбита яично-сахарная масса и когда проводится бороздка, то она остается. Теперь в два приема ввожу мучную смесь и перемешиваю аккуратно лопаткой. перемешиваю. Перемешивать необходимо только в одну сторону, снизу вверх. Как только велась одна порция муки, добавляю следующую. и снова аккуратно перемешиваю. Все, вот такое воздушное тесто бисквитное должно получиться. Дно формы диаметром 24 см я застелила пергаментом. Больше ничем я ее не смазываю, чтобы тесто хорошо поднималось. И выкладываю тесто. Крутану пару раз. Бисквит ставлю упекаться в хорошо разогретую духовку. 180 градусов примерно на 30-40 минут. Смотрите на особенности своей духовки. Пока выпекается бисквит, духовку ни в коем случае не открывать. Вот такой пышный воздушный бисквит у меня получился. Дам ему отдохнуть 10 минут и выну из формы. И затем уже остужу полностью на решетке. И вот посмотрите, какой красивый ровный бисквит высокий у меня получился. Он уже полностью остыл. Сейчас я его оберну в пленку. Завернула бисквит в пленку. И теперь оставляю таким образом на всю ночь. Также его можно хранить в холодильнике пару дней, либо в морозильной камере. Для этого торта я буду использовать два простых крема. Первый сметано-сливочный крем со сгущенкой. А второй крем это будут просто сливки взбитые с сахарной пудрой. И он необходим нам будет для покрытия. Итак, для первого крема я взяла 600 грамм жирной сметаны. 200 миллилитров жирных сливок для взбивания. 30 и более процентов. Они тоже должны быть хорошо охлажденные. 200 грамм хорошей сгущенки. И пакетик ванильного сахара. Также внутрь торта я положу ананасы. А также сироп от ананасов. Он нам понадобится, чтобы пропитывать бисквит. Ананасы можно заменить на любые другие фрукты и ягоды. Это могут быть мандарины. Это очень вкусно с мандаринами. Также очень вкусно будет с консервированными персиками, киви и любыми ягодами. Этот торт такой универсальный. С ним все очень вкусно. Чашу перед взбиванием необходимо хорошо охладить. Я это делаю в морозильной камере. Буквально оставляю на 20-15 минут. Выкладываю сюда сметану. Вливаю сливки. Добавляю ванильный сахар. И сгущенное молоко. И начинаю все взбивать до пышной воздушной массы. Начинаю с небольших оборотов миксера. И постепенно прибавляю скорость. Вот такой воздушный крем получается. Посмотрите, как он хорошо увеличился в размере. А взбивала я его буквально 5 минут. Но это еще зависит от мощности миксера. Это очень вкусный крем. И он напоминает прям растаявший пломбир. Собирать свой торт я буду вот в такой вот мисочке. В полукруг. Застелила ее пленкой. От бисквита я отрежу тонкий корж. Буквально сантиметр толщиной. Это будет у нас дно. А остальное нарежу на кусочки. Такие квадратики. Вот такой воздушный бисквит получился. Очень красивый, мягкий, пышный. Так как бисквит по диаметру у меня чуть больше, чем чаша, в которой я буду делать торт, то я обрежу немножко край. Осталось только собрать тортик. Кубики бисквита обваливаю в креме. и укладываю в чашу. Теперь выкладываю ананасы. Добавляю в креме. Добавляю обленьшую грязь. Добавляю и в креме. Немного хлопа. Хорбайн, Elf нежно. Немного хлопок. Вот так что. Т environments, Бисквит, который будет в дно тортика, я слегка пропитаю соком от ананаса. Буквально немножко, чтобы он слегка стал влажным. Все, и выкладываю его сверху. Хорошо закрываю его пленкой, прям так плотненько. И убираю в холодильник минимум на 4 часа. Теперь перекладываю торт на тарелку. Чтобы выровнять верх, я приготовлю взбитые сливки с сахарной пудрой. 200 мл хорошо охлажденных сливок я взобью со столовой ложкой сахарной пудры. Взбивать начинаю с малых оборотов, постепенно прибавляя скорость миксера. Взбивать сливки необходимо до вот такого вот устойчивого состояния крема. Как только они уплотнились и стал оставаться хороший след от миксера, значит сливки готовы. Главное их не перевзбить. И теперь выравниваю торт взбитыми сливками. Далее свой торт я обсыплю кокосовой стружкой. Это будет как-то ассоциироваться со снегом, с Новым годом. И сделаю узор из зерен граната. Вот так у меня получилось. Посмотрите, как уже красиво. Можно и так оставить тортик, и будет у вас такой снежный шар. Но я хочу именно сделать в виде игрушки. Украшу шар зернами граната, чтобы моя игрушка была очень яркая и красивая. И выложу на ней узор. Вот так я украсила свой торт. От шарика поставила вот эту штучку, за которой держится шарик. Привязала ленточку, чтобы прям имитировал, что это новогодняя игрушка. И посмотрите, какой замечательный торт у меня в итоге получился. Очень праздничный, очень красивый. И действительно напоминает елочную новогоднюю игрушку. Украсить его можно по-разному, по своему желанию и вкусу. У него замечательный воздушный белый бисквит, который полностью пропитан таким же воздушным легким кремом, который напоминает прям растаявший пломбир. Это действительно так. А кусочки ананаса приятно дополняют этот торт. Готовится он просто и точно украсит ваш праздничный стол. И своим видом, и своим вкусом. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текстовый формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю под этим видео. А я всех благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного праздничного настроения. До скорых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok